Это просто охренеть, как хреново была покрашена эта грёбанная косилка. Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Помните нашу косилку? Теперь она просто железная. Короче, весь прикол в том, что у неё 100% износа. Она с момента последней серии, я время вообще ни разу не мотал, у нас только урожай зацвёл, созрел. Короче, прошло часов 20. Она из этих 20 часов 12,2 часа работала. Короче, у неё полный износ, полностью бак потрачен, 900 литров. И разумеется, мы знаем, что техника, когда изнашивается, она типа царапается и всё такое прочее. Короче, здесь вся краска нахрен слезла, это жесть. Ну и ладно. Короче, друзья, чё мы будем сегодня делать-то? В прошлый раз, друзья, я провёл голосовалку на тему, чё вы хотите, БГА или новое поле и комбайн. И к моему превеликому удивлению, с огроменным перевесом победило восьмое поле. Ну, точнее, просто новое поле, но я говорил, что это будет восьмое поле. Поэтому сегодня мы его купим. А, давайте сразу купим. Мы, кстати, нафармили денег на стриме, поэтому мы снова богатые. В общем-то, мы покупаем восьмое поле. На восьмом поле у нас растёт картофель. И, друзья, при всём уважении к картошке... Я белорус, я должен уважать картошку. В общем-то, при всём уважении к этому замечательному корнеплоду, я его перепашу в землю нахрен, потому что мне впадло её убирать. Поэтому, в общем-то, задача на сегодня купить новый комбайн. Перепахать восьмое поле, объединить седьмое и восьмое поля. Убрать седьмое, разумеется, поле. Плюс на сепараторе... А при чём здесь сепаратор? Меня сушка интересует. На сушке у нас переработалось всё, что мы туда закинули. И мы 80... Мы почти 90 кубов закидывали, а всего 50 осталось. Видимо, есть какие-то потери при сушке травы. Ну и да бог с ними. Это всё дело будет покосить, короче, площадку топ. Да, кстати, у нас же дохрена контрактов было. Вот я на тюковочку тут повыполнял всё. Повозил, мне нечего было делать. На стриме много чего сделали. И ещё два висит контракта на... Один, точнее, контракт висит, да. Там на тюковку его, короче, надо было слить, нахрен. Поле номер 22, сбор урожая. Там был хлопочек, и, короче, он доделался. И надо будет отвезти тюки, и тоже, в общем-то, примем контракт. Так что, работай валом. Давайте ещё сначала починим нашу газонокосилку. Вот она, родненькая. Починить 1800. И херак, оно снова покрашено. Вот так вот это всё работает. С неё полностью краска слазит. И она, когда пачкается, вообще тоже вся просто грязная становится. Ну да ладно. В общем-то, друзья, давайте начинать все запланированные на сегодня дела. Для начала, друзья, мы возьмём нашу любимую нову. И отвезём её в магазин, и там с ней попрощаемся. Потому что новый комбайн сегодня тоже обещал быть. И он обязательно будет. Но для начала нужно продать старый. 50 с половиной часов он отпахал. Это просто немыслимое значение. И в нём осталось ещё то на пшенице. Твою мать, какого хрена она там осталась? А ну-ка, погнали, высыпем её. Во, прям в прицепчик высыпали. Короче, погнали в магазин. Твою мать, ну что не так? Чем ты зацепился там? Твою мать, я, наверное, сюда вечно съехал. В общем-то, РСМ-ка, нова 330, ты служила нам верой и правдой. Реально отпахала 50 часов, даже больше. И всё было очень круто, но нам нужно расставаться. Дело не в тебе, дело во мне, или как там говорят, при расставании. Короче, продаём мы всё это дело. 15 тысяч. 16, ладно, 16. 16 тысяч комбайн, охренеть. Эх, буквально даром. Ладно, ну и чё, надо купить чё-нибудь другое. И знаете, друзья, что это будет? Это, друзья, будет вот такой вот класс из нового дополнения. В общем-то, обзор я снял буквально пару дней назад, как только он вышел. И вот ссылочка на него в правом верхнем углу сейчас такая пудыщ и появилась. Короче, покупаем мы его. Почти 500 косарей, зараза, стоит. Но бункер на 18 тысяч литров. Это прям то, что надо. Это приобрести, да. Также, друзья, нам обязательно понадобится жаточка. Пока что возьмём только для зерна. Так, я люблю, чтобы всё было в комплекте. Я знаю, что можно цепануть любую жадку. Но я люблю, когда всё из комплектов. Поэтому мы покупаем та, которая была в комплекте с этим комбайном. Она 12,3 метра всего. 83 500 стоит купить, да. Ну и так как, друзья, у нас жадка без прицепного устройства, то нужно купить тележку такую вот для транспортировки. Потому что, если куда-то поедем далеко от базы, то, сами понимаете, с 12-метровой хреновиной такое себе удовольствие кататься. В общем-то, берём прицепчик. И вот оно, наше новое чудо. Надеюсь, будешь работать как надо. 585 тысяч потратили, охренеть. Короче, цепляем жадку на прицеп и погнали на базу. Да, с чем-то перебываем мы на поле. У нас тут, кстати, лён растёт. Да, на стриме я показывал. Ой, смотрите, какая штука появилась. 73 000 литров возможный урожай. Это, да, кстати, мод называется Edition Field Info. Если кому интересно, показывает, в общем-то, тут площадь и всякую прочую полезную инфу. А вот, кстати, и сравним, правильно он покажет или нет. В общем-то, давайте запрягать этого пацана в работу. Прицепа ставим прямо здесь, наверное, пускай стоит. Цепляем сжаточку и давайте генерировать маршрут, потому что старый маршрут уже не подойдёт. Сейчас мы его вообще сотрём нахрен. Давай, Курсплей. Короче, тебе разные полевые работы. Генерация маршрута, поле номер 7. Давай, два разика по кругу, по часовой стрелке с разворотиком. 12,6 ты мне говоришь. Ну, ладно, я тебе... Нет, я поставлю тебе 12,3. Во! Сгенерировалось, короче. Да, поставим, конечно же, избегать движения по посевам нет. И что-то надо было ещё поставить. А, я хотел удалить маршрут поле 0,7, уборка 5 метров, потому что он нахрен не нужен. И, кстати, на хлопочек тоже можно удалить. У меня так, перерыве был сохранён. Короче, со стартовой точки сейчас вся эта хреновина будет раскладываться. И она вроде как даже так неплохо должна выглядеть, по крайней мере, мощно. Да? Да. Всё, лён пошёл. Соломку нам дадут. Соломку нам не дадут. Да, кстати, новая анимация тут довольно-таки интересная. Посыпки всякого этого фигни. Но мы прерываем маршрут, потому что нам нужно включить отделение соломы. У льна в дальнейшем на этой карте будет льняная солома. Но пока её нету. В следующем обновлении обещают, что будет. Вроде как. А пока что это будет обычная солома. И да бог с ней, в общем-то. Она тоже не помешает. В общем-то, давай, дружище, собирай. Ну и, конечно, друзья, в паре комбайна нужно кто-нибудь, кто его будет разгружать. И поедет работать вот этот замечательный жёлтый прицепчик, который мы цепанём на нашу любимую Вальтру. Чуть попозже мы купим Татру. И большой прицеп пока что не до этого. Они и так справятся. Он нормально будет работать. А, и у нас тут ещё и пшеничка лежит. Ну ладно, мы сейчас его сразу на разгрузку отправим. В общем-то, друг, тебе работа с комбайнами по маршруту поля 07 база. Ставим тебе наш комбайн, который у нас есть. Lexion 8900. Эта модель, кстати, насколько я знаю, ещё даже типа не вышла. Если я не прав, то извините. Просто где-то я слышал, что это типа модель 2020 года. Но не суть важна. Давай, друг, со стартовой точки у тебя низкий уровень топлива. Вот какая незадача. Ладно, тебе его должно вроде... Хотя нет, хватить-то должно, но меня будет сильно раздражаться эта надпись в дальнейшем. Запускаем по маршруту со стартовой точки. И он сейчас поедет, короче, разгрузит вот эту пшеничку. И потом приедет и будет вместе с нашим новым комбайном убирать это поле быстро, чётко, надёжно. И всё будет круто так, круто, тенюшка. Ну а сейчас, друзья, мы тогда возьмём нашу суперкосилку. Нашу суперкосилку, да. Нашу суперкосилку. Цепанём к ней фуражный прицеп, который мы в прошлый раз купили. И пойдём покосим травку, которая находится у нас около наших лошадок. Твою мать, у нас здесь солома осталась. И это прям не то, чтобы очень хорошо. Погнали эту солому на поле высыпем. А потом поставим, короче, убирать солому. И он соберёт и эту, и старую. Вот так вот я гениально придумал. Потому что мне в лом увести её на нашу базу. Во, как-то так. Ну ладно, он её, может быть, не полностью соберёт здесь. Но, ну и бог с ним. Так, друзья, добро пожаловать к нашим лошадкам ещё раз. 25% у них уже прокачка. Жрачка у них всё есть. Всё прекрасно. Пару дней ещё протянут. Так что давайте косить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, друзья, этого, я думаю, хватит. Мы туда скинули 78 кубов. Ну, чуть больше. Уже потому что чуть-чуть переработалось. Ну, 79 пускай. Так что фуражник мы отцепляем. Потому что нужно будет собирать соломку. А косилку паркуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас же, друзья, мы берём нашего Джонни, цепляем к нему наш фуражный прицепчик. И отправляем собирать соломку. Тракт, комбайн точнее, уже довольно-таки далеко отпустили. Хотя он на самом деле очень быстро убирает наше маленькое поле. Копируем маршрут комбайна. Добавляем поле 07 база, чтобы он собирал соломку. И со стартовой точки запускаем всё это дело. В общем-то, пускай работает. А пока, друзья, у нас есть свободная минутка. Мы вернёмся к нашим тюкам. Их тут довольно-таки дохрена. Я имею в виду хлопок. Контракт. 22-ое поле большое. Начнём мы с того, что купим новый прицеп. А именно, вот такой вот кёгель. Флэтбет, короче. Он в себя вмещает довольно большое количество тюков. И хлопковые тюки сюда можно грузить и в будущем поддоны. Можно изменить цвет обода. И давайте поставим мой любимый оранжевый. 36-330 это всё дело стоит. Покупаем. И, конечно же, нам нужен новый грузовик. И нет, это будет не ман. Это будет татра. Которую я буду постоянно обзывать маном. И которая первая, по крайней мере, точно будет нашего любимого оранжевого цвета. Следующие я уже буду брать не такие. Заднее крепление, разумеется, тоже на неё пихнём. Авось пригодится. Да не авось, он стопудово пригодится. В общем-то, покупаем всё это дело. Зелка пока трогать не будем. Пускай стоит. Попозже продадим. Ну и вот это чудо инженерии. В общем-то, цепляем всё это дело. Твою мать, не в тот грузовик сел. Бывает. Во, нормалды. Смотрится, короче, вполне норм. Чё у нас тут по менюшкам? На английском языке, блин, надо будет перевести потом на русский. Это всё дело будет. Я так понимаю, Cotton Modules нам надо. Потому что хлопок он Cotton. Развернуть прицеп для тюков. О, он ещё вот так вот разворачивается. Шикарно. Вообще, я, наверное, потом другой поставлю. Там есть, короче, которые ещё сверху накрываются. Мне кажется, для поддонов будет само то. Ну, а пока пойдёт так. В общем-то, поехали собирать поддоны. Вроде как по три или по четыре штуки сюда влазить. Точно не помню. 23 процента. Одна ходка, значит, там ходки четыре будет. Плюс-минус. Посмотрим. В общем-то, я не буду вас этим томить. Поэтому... Так, друзья. У нас, короче, закончилась уборка поля. И тюки оставляем на потом. Сейчас мы перемещаемся в наш комбайн. И вызываем транспорт. Разумеется. Прерываем маршрут. Его можно сбрасывать. Открываем трубу и ждём, пока разгрузится. И теперь отправляем транспорт на разгрузку. Пускай выгружается и едет обратно. А мы же тем временем возьмём и поставим класса обратно в гараж. Точнее, обратно. Почему? Просто поставим в гараж. Наша Вальтра вернулась. Поэтому снимаем её с маршрута. И погнали, вспанём на неё плуг. Нам нужно объединить поля. Кто смотрел предыдущий сезон по свопа Аграда и старые, в общем-то, карьеры, тот знает, как я это делаю. В общем-то, кто не знает, рассказываю. Берём сначала с этой стороны 5 полосочек, потом с другой стороны 5 полосочек, рисуем курс-плей. По курс-плею, в общем-то, всё объединяем. Соответственно, давайте отпустим лук. Поля не самые ровные, на самом деле. Не то, чтобы не самые ровные, они друг напротив друга стоят. Ну и ладно. В общем-то, разрешить создание полей тоже ставим. И давайте-ка ровненько надо выстроиться по компасу 270 градусов и стараться эту цифру поддерживать. В общем-то, не доводя до конца, я решил всё это дело сглазить. Ну и ладно, нормально. Пойдёт. Выглядит более-менее ровно. Когда здесь будет что-то расти, вместе с травой видно, кривизны не будет. Теперь, как я уже говорил, пару полосочек нужно сделать ещё вручную. Погнали. В общем-то, пойдёт, как по мне. Давайте теперь на противоположную сторону и абсолютно те же самые манипуляции делаем с той стороны. Во, зашибись, вообще ровненько получилось. С этой стороны поля ровные. Хотя, наверное, может быть и не очень, потому что на седьмом поле я чуть-чуть залез лишнего. Ничего страшного, на самом деле, нету в этом. Коли мы уж всё вручную делаем, то пойдёт. Теперь же, друзья, нужно записать маршрут на пахоту. Для этого нужно объехать вокруг поля с записью маршрута, чтобы показать границы импровизированного поля, которое нужно перепахать. Погнали. Во, вот такой вот маршрут получился. Теперь мы ставим разные полевые работы, генерируем маршрут и вместо поля выбираем загруженный маршрут. В общем-то, границы поля у нас такие. Без поворотной полосы, челночный, можно поставить поменьше рабочую ширину, чтобы он без косяков, без каких-то проблесков. Мы никуда не торопимся, лучше пускай он лишнюю проходку сделает, чем сделает что-то плохо. В общем-то, давайте откатимся назад, чтобы стоять в каком-нибудь углу. Еще раз нажимаем генерация маршрута и генерируем маршрут. И вот он такой вот получился, ровненько по тому месту, где нам надо. Соответственно, со стартовой точки отправляем его пахать и все будет путем. Единственное, что надо сделать, плуг за границей поля, да, разворачивается в пределах поля, да. Вот так вот. В общем-то, он сейчас все это дело нам распашет. А я поехал дальше возить тюки с хлопком. И, в общем-то, друзья, смотрите, какую хитрость я сделал. Три тюка я автозагрузкой сюда погрузил. И так как они, в принципе, без коллизии стали, то я руками закинул на прицеп еще один тюк последний, который там оставался. Это последнее. Да, это немножко по-читерски, хотя и прицеп с автозагрузкой это читерство. Но уж простите, мне реально очень впадло было ради одного тюка возвращаться туда еще раз. Тем временем у нас завершился контракт с этим маленьким тюком. И вот эти три тюка, один из них неполный и два полных, мы разгружаем и продаем за свои, скажем так, это уже наши тюки. И получаем за это 34 тысячи. Неплохой бонус. А еще мы контракт завершаем и еще 43 тысячи получаем. Вот так вот. Все здорово. На этом, в общем-то, объединение полей закончено. Прерываем маршрут и, в принципе, сбрасываем его нахрен. Самое важное сейчас поставить пахать только на полях, а то потом может быть беда. Давайте заглушим двигатель. В общем-то, какой фронт работы нам предстоит? На вот этом поле, на седьмом, нужно собрать всю солому. И это поле нужно будет удобрить, а также посыпать известью. Восьмое поле нужно будет вспахать. На него известь не требуется, но мы известью посыпем все поля. Ну, то есть, полностью его большое посыпем известью. Для того, чтобы оно было равномерно посыпано известью. Удобрять не будем. Плюс восьмое нужно перепахать будет обязательно. И потом засеять. Засеем мы его овсом. Полностью все соберем. И, в общем-то, у нас надолго будет корм для лошадей. На будущее с запасом. Все это дело, друзья, пройдет на стриме. Который будет, скорее всего, в субботу вечером. Где-то часиков в 6, наверное, или 7. Ориентировочно плюс-минус. Пока не знаю. Там вечером, как бы, квалификация. Формула-1. На нее надо будет обязательно успеть. Вообще, в субботу у меня выходной. Может быть, даже и днем начнем. Поэтому, чтобы не пропустить это дело, можете вступить в группу ВКонтакте и нажать на кнопочку «Получать уведомления из группы». Там обязательно будет анонс. Или же вступить на канал в Дискорде. Я через обращение к каждому. То есть, everyone. Всегда анонс тоже делаю. На Ютубе они не всегда срабатывают. Все мы это прекрасно знаем. Ютуб любит потупить. Плюс, опять-таки, какие-нибудь контрактики будем брать. Потому что в следующей серии надо будет уже покупать биогаз и покупать площадку, которая рядом находится. Причем мне нужны обе вот эти. За 189 тысяч, за 700 нужна и биогаз сам. Плюс надо будет поставить ферментатор обязательно. И, короче, деньги нам очень нужны сейчас. А, и прицепчик еще надо будет купить. Но прицепчик можно купить и сейчас. Не, не буду. Давайте в следующий раз. Он пока что нафиг не упал. А, может быть, и в следующий раз не будем. Будем смотреть по деньгам. В общем-то, зачем мне вот этот ПТС? Здесь я, честно говоря, не знаю. Ну, ладно, пускай будет. А вот этот прицеп, который мы все знаем, мы все любим. На 59 тысяч мы как-нибудь купим. Который будет у нас на нашей Татре. Соответственно, работать. Блин, а он же не красится. Я забыл про это. Может быть, Татру в красный перекрасим, чтобы смотрелось. Или в черный какой-нибудь. Потому что оранжевый с красным такое себе. Короче, друзья, посмотрим. Э, вороны, а ну-ка, кыш нахрен отсюда. В общем-то, друзья, на этом я заканчиваю серию. Если она вам понравилась, то влепите, пожалуйста, лосик. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу нашего развития. Предлагайте свои идеи. Всегда интересно все это дело читать. Всем, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok